Всем привет, друзья! Вы на канале Skytop Games, и это свежий выпуск новостей из мира The Isle Evrimo. В данном видео я постараюсь ответить на ваши вопросы, которые вы часто задаете на наших стримах мне. Также расскажу о будущих планах касаемо обновлений Evrimo. А еще под конец мы попробуем с вами немного разобрать концепты от разработчиков будущих игровых динозавров Цератозавра и Магия Розавра, которых вроде как хотят выпустить в Evrimo одновременно предположительно с 6-7 обновлением. Так что возьми вкусные печеньки перед просмотром и усаживайся поудобнее. А еще перед началом хочется выразить огромную благодарность всем нашим спонсорам на канале за вашу месячную подписку. Спасибо, друзья! И совсем, наконец, хотелось бы поблагодарить нашего подписчика Илья Хороших, который предоставил достаточно много информации, которую я вложил в данный выпуск новостей. Итак, начнем. На дворе 2022 год. Любители мира The Isle Evrimo под конец 2021 года дождались выхода 4-го обновления с пахичем системой диет. И самое интригующее – выпуска людей-наемников в игру на тестовых серверах. Конечно, многих игроков расстроило то, что люди уже вовсю тестируются. И это сделает игру не выживанием симулятора не на динозаврах, а непонятной кашей. А для многих игру, напоминающую арк. Для других, наоборот, геймплей за людей – выживание человеком в мире динозавров. Игра намного станет разнообразнее. Оружия у людей пока что нет, но что-то в постройках на карте, напоминающее автоматические бинтовки, мы уже можем наблюдать. Люди в Evrimo – это пока что условный тест. Бегаешь, прыгаешь, в руках фонарик, можешь пить воду из рек, питаться нутриентами травоядных динозавров. Ну, а ночью, в принципе, заплутав в джунглях на карте Islas Pira, можешь почувствовать страх перед происходящим вокруг оживленного мира Evrimo. И беспокоиться о том, что какой-нибудь Ютораптор не оторвал бы тебе голову. Но, сугубо говоря, людей тестят в игре, чтобы разработчики для полного выпуска наемников убедились и посмотрели, как игроки в дальнейшем будут взаимодействовать с миром динозавров, какой будет баланс, сколько урона и прочего будут наносить персонажи в дальнейшем друг другу. Многие беспокоятся о том, что люди в будущем будут спавниться в игре сразу с оружием и, наткнувшись на вашего динозавра чисто случайно, которого вы растили не один час, человек убьет его огнестрелом, либо с 4-5 выстрелов будет убивать фулов. Скорее всего, что с точностью оружия за спавнившимся человеку на карте в строениях нужно будет находить то самое оружие, а вот урон от него хорошо порежут. Честно говоря, соглашусь с последним, меня это тоже пугает. Что еще можно сказать по поводу этого? Это то, что разработчик пока уйдет с этого направления разработки. Так как в прошлогоднем последнем влоге нам обещали, что после новогодних праздников они приступят дальше к последующему обновлению, которое уже завершено наполовину. Это гнездование и система скинов 5-е обновление. И самое вкусное, это работа над новыми динозаврами в игру. Циратозавр и магирозавр. На дорожной карте пока изменений нет, но обещали, что в январе мы увидим что-то новое, в особенности связанное с циратозавром. Анимации цирры, кстати, скорее всего многие уже видели. Многим может показаться, что движения динозавра выполнены чуть криво. Но помните, друзья, о том, что все показанные модели в дальнейшем при выпуске их в игру, а также на тесты, будут дорабатываться. Многим я, наверное, уже говорил, что разработчики вообще, по своей сути, полностью поменяют все существующие анимации динозавров, которые есть в Легасе. Это будет все немного усовершенствованным. Вопросы, связанные с системой диет. В будущем система диет будет меняться у каждого динозавра по мере его роста. Новые нутриенты, которые каждый по-своему будет давать новые бафы. Вопрос, связанный с системой скинов. Обновление 5. Разработка ведется. Скажу больше, что при выборе в меню окраса для вашего динозавра вы не получите сразу скин, который вы выбрали. Здесь, скорее всего, желаемый окрас будет при достижении роста adult. То есть, проще говоря, начиная с роста hatch, он будет видоизменяться с его взрослением. Это, конечно, интересно. Вопрос, связанный с новым динозавром Мегалания. Будет ли она в игре? Да, концепты уже есть. Оптимизация в игре. Вопрос, который мучает каждого первого игрока во время. Да, знаю. Может, тебе сейчас опять показаться пустым обещанием от разработчика. Но до выпуска пятого обновления должны исправить убитую оптимизацию, что приведет к более плавному фпс в игре. Но на будущее, ребята, помните, что Эврима это пока что бета-версия полноценной игры. И с точностью в 100% оптимизация игра будет на полном ее выходе всех обновлений. Баги или хромания фпс все равно местами будет, так как каждый разработчик, добавляя новую механику или функцию в игру, залезает в код, изменяя чуть его. Наносит изменения другой функции. Здесь лишь придется пока что ждать и терпеть. Разработчики полностью знают об этой глобальной проблеме. Ну, а теперь, наверное, самое вкусненькое. Как говорится, дождались. Итак. Вопросы, часто задаваемые на стримах. Скай. Кто из следующих динозавров будет привнесен в игру? И с каким обновлением? Дорожная карта изменится. Точно сказать не могу, но с уверенностью скажу, что это церковь и магия розавр. В начале видео, по-моему, говорил, да? Кстати, нам уже показали анимации передвижения магии розавра. Давайте посмотрим. Концепты магии розавра и цератозавра ясно точно дают нам понять, что эти динозавры одновременно должны выйти друг с другом, если только разработчик не поменяет планы. Давайте разберем немного концепты данных существ. Представим, что будет примерно выглядеть во время при их добавлении, а также взаимодействие между другими динозаврами. Магия розавр. Существо ростом 2 метра, длиной в 6 метров и массой от тонны до полторы. Магия розавр будет достаточно быстрым в игре. Новая система диет. Для магии розавра подготовлены новые фруктовые деревья и нутриенты. Магия розавр будет входить в состав цепочки питания нутриентов цератозавра. Постоянная охота данного хищника на магия розавра. Но магия розавр будет в свою очередь обладать непонятной механикой атаки, которая будет наносить хороший удар либо туловищем, либо хвостом своему противнику, который просто-напросто будет падать на землю. Магия розавр будет также обладать ударом головой, от которого хищники первого тира просто будут отлетать. Ну и с точностью можно сказать, что данный динозавр выйдет после системы гнездования. Мы видим, как магия розавр сидит в гнезде со своим малышом-хэтчем. Пришло время разобрать немного концепт-арт цератозавра. Цератозавр имеет массу более 520 кг, обладает хорошим скоростью бега, а также достигает размеров 6,5 метров в длину и 4 метра в высоту. Мы знаем, что в The Isle of Rima есть каннибализм, и некоторые динозавры, так сказать, страдают им. Среди цератозавров это тоже будет практиковаться. Цератозавр будет однозначно каннибалом. Судя по этим концептам, игроки иногда будут бороться между собой, только чтобы восполнить голод. Обглоданные трупы магии розавра. Неужто здесь намек на то обновление под названием Кровь? В каком-то выпуске новостей я про него вам рассказывал. Начинающим игрокам на цератозаврах, то есть хэтчам, можно будет легко прятаться в различных туплых деревьев, а также под камнями. У цератозавра будет анимация атаки перекуса шеи противника. Обратите внимание на то, как цератозавр вцепляется в голову магии розавра, а также атакует тейнозуха. Цератозавру по душе будут больше болотные биомы. Цератозавр уходит от погони по воде от алазавра. Это отсылка к тому, что алики будут злейшими врагами цератозавров. И, скорее всего, алазавры будут введены вслед за выходом цератозавра и магия розавра. Ну что же, друзья, у меня, наверное, на этом наш блок новостей окончен. Если тебе понравилось данное видео, обязательно ставь пальчик вверх. Подписывайся на наш канал, жми колокольчик, дабы не пропускать наши новые видео, а также стримы. Обязательно подпишись на нашу группу ВКонтакте и на наш Дискорд. Обязательно пишите комментарии по поводу всего того, что я рассказал вам в этом блоге новостей. Какие мысли? Что думаете по поводу будущего Эвримы? Ну что же, всем пока, удачи и хорошего выживания в мире The Isle of Rima. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok